Парк есть, а туалета нет. Такое нарушение в расходовании бюджетных средств на реконструкцию детского парка Насосино выявила контрольно-счётная палата. Туалетный модуль так и не ввели в эксплуатацию после завершения строительных работ в 2022 году. Напомним, обновили детский парк благодаря победе во всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды. Как вы понимаете, территория привлекательная, большая, в центре города, многие горожане проводят там время. И отсутствие туалета в рабочем состоянии на парковой территории не соответствует главной цели программы. Стоимость туалетного модуля составляет 573 тысячи рублей. Руководство Циркис обещает, что туалет в парке откроют 1 мая. С учётом денег, выделенных на этот объект в рамках местных проектов, на благоустройство парка потратили более 110 миллионов рублей в 2021 и 2022 годах. Проверка выявила нарушения и недостатки в общей сложности на 22 миллиона. Также предусмотренная контрактом и по документам выполненная и оплаченная система летнего полива, по факту не установлена и не может применяться по своему целевому назначению в связи с отсутствием монтажа. Стоимость системы составляет 220 тысяч рублей. Таким образом, расходы в сумме 794 тысячи рублей квалифицированы как неэффективные. В парке круглосуточно ведётся видеонаблюдение. Установлено 20 камер. Однако, по замечанию КСП, меры по пресечению хулиганства при эксплуатации объекта, взысканию с виновных в повреждении имущества суммы, не применяются. Но привлечь вандалов к ответственности порой практически невозможно. Так, в парке порезали рамный батут. Сумма ущерба – около 60 тысяч рублей. Виновных не нашли. Выявили нарушение спустя полгода после сдачи объекта. Потрескался фасад забора, частично разрушены навершии и кирпичная кладка стен забора. Разрушение покрытия парапета, деформирован бордюр, частично не взошла газонная трава, отсутствует изображение на мониторе с одной камеры. Повреждение покрытия на некоторых мафах, некачественно уложен текстиль, батут не функционирует. Разрушение резинового отбойника качалки-балансира. Всего некачественно выполненные работы оценили на сумму около 3,5 миллионов рублей. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.